привет меня зовут виталий фамилия у меня обеден я чайный мастер супер мастер мастер фломастер и у меня есть магазин который называется дом души в котором есть очень много классного высокосортного вкусного китайского и не только китайского чая отличить хороший чай плохого очень просто насыпаете чай в любую чашечку вот в данном случае это чаха вот эта штука для знакомства с чаем подносите к носу вот так и дышите на него и себя на него и себя согревайте его своим дыханием теплом своего дыхания и чай после 2 1 выдоха начинает раскрываться и вы чувствуете аромат который может быть при заваривании и который будет при заваривании когда вы обдадите этот чай кипятком для чего отдавать чай кипятком первый раз и эту воду сливать да потому что чай хранится на полу бывает сушится на улице бывает сушится в каких-то там помещениях и просто на него ложится пыль и чтобы эту пыль смыть мы его обдаем кипяточком вот пока он не успевает завариться мы этот кипяточек сливаем сразу и пробиваем чашечки вот а чашки пробивается для чего да для того чтобы вдруг там в чашечке водичка осталось вдруг в чашечке какая-то пыль села вот и чтобы водичка не оставалось и чтобы пыль не оставалось мы эти чашечки тоже ополаскиваем и теперь полноценно завариваем первый раз чай который сегодня мы пьем а сегодня мы пьем дянь хун зинь хао что в переводе с китайского а перевод я забыл золотой ворс из дянь си наши бабушки они же не даром делали вот так вот вот так вот то есть они что делали они собирали травку заготавливали ее вовремя потом заваривали в блюдечко наливали чтобы быстро оставало это все знают и потом делать и тем самым через траву пропускали воздух в легкие и соответственно ты пьешь траву получается оздоравливаешься и еще и делаешь ингаляцию вот этим травяным настоем без каких-либо дополнительных приборов просто от блюдечка на нем чай или настой или делаешь так и и легкие наполняется травой и конечно происходит антисептический эффект это один и тоже один одно и то же растение просто в разное время собран чай и по-разному заготовлен вот какой-то обжаривает какой-то ферментирует допустим зеленый чай вообще ничего с ним не делают то есть приносят сразу на завод закидывает его в бок выпаривают из него всю влагу тем самым останавливая процесс ферментации и получается самый свежайший зеленый чай то есть эта технология производства чая хороший чай упаковывают пирамидки для тех кто лениво относятся к завариванию не хочет заваривать есть и у нас в линейке есть такие чаи у нас даже пуэр есть пирамидка то есть для тех кто одну любит пыр но не допустим в офисе но это редкий случай очень редкий случай чаще всего в пирамидках продают ароматизированные чей вот и а про ароматизированный чей я уже рассказывал что это архи опасно чем часть свежей тем лучше за исключением одного вида чая это шенпуэр вот с тем чаем конечно вопрос отдельный он ферментируется в течение 18 лет если он упакован и запрессован в блин если его хранится при нужной температуре при нужной влажности он набирает свою мудрость течение 18 лет и на пике своим своего созревания через 18 лет он максимально дорогой мать а это японский чай если он приготовлен по собран заготовлен по японской технологии то это классный продукт он ну абсолютно не похож на китайский чай воздействие у него совершенно невероятное так по-русски скажем фары врубает конкретно но они поднимают давление допустим в бакане можно купить дешевый матча достаточно просто купить дешевый матча прийти к нам магазин купить у нас и в одно время сравнить вот и если вы скажете что тот матча который дороже он точно такой же как тот который на базе мы вернем вам деньги приносят шу-пуэр есть разновидность пуэра шу и говорят что этот пулер допустим там 15-летний вот надо понимать что шу-пуэр чем моложе тем лучше такая особенность то есть этот пулер полностью ферментированного полностью сферментировали приготовили и продали и в нем уже не будет никаких процессов он уже остановлен все процессы остановлены и чем он моложе тем он вкуснее потому что с каждым годом он просто стареет и стареет и стареет как любой чай кроме шенпуэра вот шенпуэр там совсем другая технология производства и он вот я уже говорил что 18 лет набирается разгон то скажем свой аромат вот это первый миф второй говорят что пуэр землей пахнет потому что его закапывают в землю это тоже ну бред достаточно в залезьте в youtube и посмотреть как искусственно сквердует пуэр то есть состаривают пуэр искусственно это знаете типа силы с на ямы там просто переплевает пуэр под температурой под собственной и там где температура повыше появляется чайная голову такие куски прям пуэр они такие ну слипшиеся очень такие жесткие вот довольно интересное производство никто никого в землю не закапывают конечно потому что там внутри вот этой кучи пуэра образуются бактерии вот там идет такой свой процесс интересный как парник на огороде к которому мы привыкли примерно так потом еще мне тут говорили что типа правда что молочный улум деревья поливают молоком типа того но я еще переспросил вы серьезно они говорят ну типа ну а как его еще можно ароматизировать ну конечно никто ничего не поливает надо лишь понимать то что если китайский мастер собрал неудачный урожай ну не вовремя или что-то там за кассипорил проспал что-нибудь еще там не передержал пережарил там еще что-нибудь с ним произошло там не знаю подприл он сильный в общем у него время не вкусно его тогда обязательно ароматизирует потому что продать плохой чай за дорогой невозможно молочный лун в россии очень хорошо пьют и поэтому если бы попшикать маленечко экстрактом молока очень даже сносно и годно получается все это в россию можно отправить и россияне будут счастливы но есть конечно добросовестные такие крестьяне и мастера которые все-таки хорошее сырье делают ароматизирует молочным молоком и ароматизатор идентично натурального то есть там химический состав довольно щадящий такой для организма но это очень большая редкость это нужно просто доверять производителю что такой чай летит слышал еще не про то что какой-то чай собирают девственницы типа это как-то как-то влияет на качество чая но мне кажется это бред вообще вот насколько я знаю насколько я видел сам конечно китай не был очень хотел бы там побывать эти тетеньки взрослые пожилые у которых уже настолько пальцы заточены не такие тоненькие сзади висит торба как знаешь за грибами у нас родители раньше ходили и вот она рвет пальцами и рвет между пальцем то есть она между каждыми пальцами набирает и кидает торбу представьте она рвет допустим у нее есть задача рвать 10 сантиметров отступать от края ветки и все остальные листы рвать и она кроме них не не видит никаких листов то есть она четко рвет именно тот 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 отдел из которого они будут делать это определенный вид чая все она уже не трогает молодые листы она не трогает почки она трогает только вот эти взрослые листы а завтра допустим она может собирать совершенно другой отдел и все это вручную делается и довольно опытными женщинами которые уже могут быть и такого возраста и за 70 лет всю жизнь собирать чай это вообще крестьянский труд чистой воды все кто любит свежий качественный чай все кто хочет познакомиться с чайной китайской культурой все кто по каким-то причинам боится в эту культуру окунуться мы всех приглашаем на лермонтова 20 магазин дом души вот мы специально придумали такое название чтобы вы могли прийти и эмоционально разгрузиться потому что за чайной доской вообще когда человек пьет чай это в это время психика отдыхает то есть нервная система расслабляется чай расслабляет нервную систему и вы просто отдыхаете и все какие-то проблемы может быть или какие-то задачи которые вы решаете за чайным столом они очень легко решаются и не оставляют никакого осадка то есть любые разговоры даже может быть какие-то трудно неприятно если вы будете делать за чайным столом они будут довольно продуктивные они будут более приятные и не будут оставлять никакого негативного осадка поэтому пейте чай общайтесь любите друг друга и не забывайте что кроме плохого чая есть еще и хороший вот чай пить весело жить чай бьешь булочки не мнешь чай не водка и не селедка где есть чай там не нужен чакопай значит любят ждут и привлекают